Я не посмотрела этот фильм, я и зашлась. Ну, как там у тебя? Ну, похож, не похож? Гримм, как, что? Что это? Какушкин. Мы видим, что не Лермонт стоящий. Это вы подготовили фокус для Олимпиады. Отвлекли внимание часами и бац, прямо из воздуха живу в Кушку. Молодцы! Так, так, я живу, и это все мне не мерещит. Ну, меня уже не хватает. На них и на кота не хватает. Все хватает. Вас когда-нибудь ревновали к клану? И вас, и вас, что вот вы, вам все далось сразу. У вас и гены Бондарчука, и вот, и дома, и слава, и бренд. Дома. Дома, все пришло позже, мы все работали. Вот я тоже хотела сказать, что... Представление... Нет, представление, это хорошая деталь. Потому что количество баек про нашу семью зашкаливает. Нет, в том смысле, быть Бондарчуком, это преимущество или это бремя? Сказать, что бремя, тебе никто не поверит. Сказать, что преимущество, я это не буду говорить. Просто так у меня получилось все. Что, во-первых, это была другая страна уже. Я поступал на первый курс в одной стране, ушел в армию, пришел в другую. Там революционное, так сказать, молодежное движение бурлит, все, мастеров свергают. Это время мне позволило заниматься чем-то другим. Музыкальное видео, которое никто не знал, что это такое. Реклама, которую я не знал. И я вот погрузился в это. И рядом не было кинематографистов, рядом были все мои коллеги-выпускники в ГИКа. И нам предлагали снимать дебюты. У меня две картины, два сценария лежало, и я отказался. Но что касается тебе, все на голубой каемочке и, так сказать, Бондарчук, это я до сих пор читаю, смотрю, наблюдаю. Иммунитет не вырабатывается, нет? Наверное, вырабатывается. Самое главное, что у тебя есть свой зритель. А это никакой фамилии. Ты не можешь заставить зрителя сидеть 2 часа 15 минут экранного времени, только из-за того, чтобы убедиться, или ты призываешь их на свою фамилию. А тут что-то другое должно быть. А это у меня есть, поэтому... Ну, вот как-то у меня в жизни вот так произошло. Есть какие-то совсем интимные вещи. То, что Алена рано ушла, а мы были очень близки. То, что отец рано ушел, я не договорил, не досоветовался, не довыпивал, не досмеялся и так далее. Вот мамой, по большому счету, ты один остаешься, и как-то об этом ты не думаешь. Ты думаешь о том, что семья все равно на тебе. Ты можешь ссориться, не общаться и так далее. Но у нас вот то, с чего мама начинала про этот дом, вот этот стержень и такой столб семейный, он всегда был, где бы ты ни был. Костя тоже не говорил, чему я невероятно счастлив, то, что у него это получилось. И у Алены получилось, у мамы Костиной все-таки дать ему блистательное образование. Он свободно говорит на немецком, он получил образование не профессиональное, не актерское. И даже там, находясь не в России долгое время, никто даже не говорил, что семья разъединена или мы не вместе. Вот этот вот здесь, такая плита, цементирующая нашу семью, она всегда была. И когда уходят близкие рано, ты об этом думаешь. Ты можешь быть вообще в другом конце света. Ты можешь жить действительно в Абгике или в общаге, или у друзей. Вот вы вспомнили Тиграна Киасаяна, мы действительно на Мосфильмурской там прожили несколько лет. Но все равно здесь ты думаешь о семье, о фамилии, об ответственности. Это у нас всегда было. Поэтому мы можем шутить сколько угодно, но вот эта вот такая скромная похвала и скромные хорошие слова по поводу твоей работы, это дорогого стоит. Есть такая фотография. Это офис. А дома кто занимается хозяйством такого рода? Тедя вычесывает траву, как ни один человек. Почему тебе все надо рассказать? Про собаку спасибо тебе. Про траву. Значит, что-то еще уже вспомнила. Поэт фортепиано, да. Ну ладно. Меня же просто никто не видит, понимаешь? Меня похоронили тут недавно. Я сам видел, землю закопали, стояли, цветочки бросали. Ты правда меня видишь? Я пойду, ладно. Не, ну подожди. Стой, парень! Спасите! Парень, подожди! У нас есть вот такой снимок, где... Вы помните, где он был сделан... Дай-ка я скажу. В доме кино. Вот у кого память. Вот у кого память. Это мы все учим Коську. Представляете, что две женщины все учили, учили его. Учили, учили, но учили. Да, и с кольцами, с пальчиком. Федор меня смасал периодически. Бедный мальчик. Вы ведь не собирались, по-моему, становиться актером, ну, согласно во всех случаях. Легене, легене. Легене, да. Не собирался, да. Не собирался. И вы ведь тоже, по-моему, поступали в МГИМО, сперва, нет? Нет, я... Вы ведь не вспоминаете? А что такое не вспоминаете? Как я хотела, как я хотела. Это блистательное образование. Я благодарен в результате. Все, что у меня есть, английский, история, литература. Но у меня впереди было два года армии, поэтому я говорил себе, а какая разница? Я все равно ухожу в армию, а там разберемся. Ну, то есть не по сценарию, во всяком случае, получилось, что вы выступили в биографии. А есть сценарий для вот ирешиных прагнуков? Пока нет. Нет? Есть. Есть? Вот у меня пока нет. Мы попробуем предложить им разнообразие мира, образования. Або им. Сколько? Раз, два, три, три. Трем. Девки у нас красивые. Попробуем предложить, да. Попробуем предложить, рассказать о многообразии мира, что есть разные профессии, есть разные занятия. Но сдается мне, все это закончится тем же самым. Мне тоже. Смотрите далее. Чем Евгению Додолеву удалось удивить хозяев дома? А как вы это сделали? Какие подарки приготовили Ирине Скопцевой ученики? Смотри, это тебе они напишутся. И какие еще тайны хранит этот дом? Вот где корень зла. Новый заголовок. Петька, новый заголовок. Еще один. Ваши воспитанники, это тоже ведь в определенной степени ваши дети. Да, да. Дети Бундурчука. Наташа Андрейченко, Бажок, Ростоцкий. Поддерживает с вами кто-нибудь отношения с вашими воспитанниками? Ой, да еще как. Да. Наташка Андрейченко. Ирина Константиновна, я ведь сейчас в Мексике вот комнатку вам приготовила. Федя-то вас купит билет, отправит, а я вас обратно. Мам, это хорошая идея. По-моему, мне пора. У ваших воспитанников хорошая идея возникла. И они вот подготовили специально для этой встречи вот такие коллажи. Смотри, это тебе, они напишутся. Слушай, это удивительно. Ну, это потрясающе. Володька Новиков пишет потрясающие стихи. Кабошечка. Яичко Нинидзе. Но они меня иногда до слез доводили. Ну, а как же, конечно. Знаешь, что, когда мы выходили в павильон со спектаклем «Чайка», жара же, павильончики с пивом приходят такие веселые, начинают репетировать. Им так кажется, что они так здорово репетируют. Я в соседней аудитории и рыдать. Я говорю, вы же не понимаете, у вас все сместилось. Как мы показывать диплом будем? Понимаешь, нельзя пить, когда ты диплом сдаешь. Даже пиво. Я, видишь, я один раз экспериментировал с этим. Согласен. Только? Один. Нет, на работе. Вот так это хватило. Тебя-то воспитывать начали вот около вот этого вот уголочка. Студенты. Студенты Московского художественного школы студии МХАН. Школа студии. Вот где корень зла. Новый заголовок. Тетка, новый заголовок. Еще один. Я уверен, что все ваши воспитанники 22 августа поздравят вас с датой, с юбилеем. А мы вас тоже поздравляем как львицу. Вот этой шкатулки, как мне сказали, больше лет, чем всем здесь присутствующим. Знаешь, один из... Это прекрасно. Это в Ленинграде было сделано. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это, знаешь, один из пожеланий Бондарчука. Ира, сделай юбилей. Ира, сделай, чтобы не было юбилея. В какой ситуации я прожила всю жизнь. Мам, можно я одну фразу скажу? Скажи. Вы спрашивали по поводу грузоответственности, зависти, независти. Конечно, все это есть. Но никогда в этой семье никто не показывал свою слабость на людях. Всегда держали удар. Никогда мы не впускали в свою жизнь и в свою достаточно сложную... У нас много потерь. У Кости достаточно. Никогда, вот так сказать, возвращаясь к заголовкам, сейчас великое множество средств у нас и информации, которые, наверное, интересны, будут интересны зрителям. Мы никогда это не делали. И мы будем сидеть, улыбаться и работать, и работать. По нашей традиции мы собрали ваш семейный альбом. Вот здесь мы вам ударим. Осталось несколько пустых страниц, потому что, может, будут еще актрисы в семье. Или же... Слушай, да. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели. Спасибо. Потрясающе. А как вы это сделали? Есть фотография, которую я не видел. Мам, подари альбом. Я надеюсь. Нет. Мама. Тихо. Сейчас с огнем играешь. Сейчас я скажу. Знаешь, я что сейчас вот не снимаюсь? Я поставила памятник. Они сражались за Родину. Туфли износила. Два года я ходила по всяким учреждениям. И мы поставили замечательный памятник нашим пяти народным артистам. Кадр из фильма. Прямо рядом с Министерством обороны. Да. Сергея Кужегетовича надо поблагодарить. Что-то без него. А вот там, с чего мы начинали. Молодая-молодая скульптор, которая взяла на диплом голову Сергея Федоровича. И вылепила такую голову. А потом туловище, потом креслица. И этот памятник мы поставили в городе, где похоронены дедушка, бабушка. Как бы тоже родовое гнездо начала фамилии Бондарчук. Ейск. Петра, про фотографии, которые мы не видели. Может, Ирише покажете ту фотографию, которая вас удивила? Вот это вот. Во-первых, я эту не видел фотографию. То есть я помню, где-то она стоит. Но я ее... Ой, слушай. Вот эту. А это кто? Это я? Это ты. Это я девочкой. Конечно. В Немчиновке. И вот эту я не видел. Где вот этот портрет, мам? Вот он мне нужен. Не знаю. Как тяжело мне работать в такой обстановке. И вот эту я не видел. Это канны. А вот это вот едим. Ой, у вас он уникальный. Потрясающе. Спасибо. А вот какая красивая фотография. Нельзя с пустыми руками отпускать. А мы это все съедим, выпьем. И они поедут дальше. Приветствую вас, друзья и недорогие. Вот этот формат, когда в гости приходит человек, он и плох, и хорош одновременно. С одной стороны, очевидный минус. Потому что, если тебя пригласили позавтракать, то не с руки задавать неудобные вопросы. Ну, так просто не делается. Ну, то есть, можно, конечно, включить. Но такой проект долго не протянет. Плюсы тоже есть. Потому что, если тебя угощают, и ты ешь с аппенитом, или выпиваешь, как вот с Александром Ширином, бутылку водки уговорили до начала латора. То твой собеседник сам может сделать какую-то подачу и рассказать о чем-нибудь о том, о чем раньше не рассказывал.